Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и сегодня я, как и обещал, сыграю против Bad Harmon с рейтингом 2700, это максимальный уровень для этого бота, то есть я играл уже ранее с 2400 и 2500. Против 2700 я играл две партии, одну проиграл и одну сыграл в ничью, конечно же 2700 играет сильнее, чем 2500, чем 2400 тем более, но понятно тоже, что N2700 данный компьютер не играет, это очевидно, то есть против 2700 у меня шансов практически не было, здесь же шансы безусловно возникают. Ну что ж, давайте сыграю с этим ботом, посмотрим, что из этого выйдет и в общем-то думаю, что партия должна быть как минимум интересной. Тоже выберу себе белый цвет по традиции и посмотрим, что у нас получится. Компьютер играет тоже по традиции E5, любит играть бот именно таким образом и у нас возникает шотландская партия. Посмотрим, какой вариант выберет компьютер, вариант сходного слон C5 разыгрывает, но здесь в этой системе, ну называется вариант, кстати, вариант поттера, я играю обычно конь B3 и в дальнейшем плану идти в длинную рокировку после конь C3, ферзь E2, слон E3, либо слон G5 там по ситуации, ну и длинная рокировка. Черные тоже могут играть по-разному, у них есть план и с длинной рокировкой, тоже могут играть они не конь F6, а конь E7, вот, ну здесь опять же таки, в общем-то, позиция довольно вариативная. Итак, когда закончились опять же таки все ходы стандартные, ну не совсем закончились, когда заканчиваются, нужно придумать что-то более конкретное, ну здесь, в принципе, при разносторонних рокировках, конечно же, у меня план атака в целом вот на королевском фланге, ну а черные в свою очередь будут атаковать, видимо, на ферзь. Хорошо, сыграю пока H4, H4 ход, он достаточно возможный, конь E5, да, конь E5 был очевидно, что бот сыграет именно таким образом. Так, ну и здесь, возможно, ход G5, просто пока сделаю. Ну, продолжаю пока толкать пешки, F5, интересное решение, интересный ход, такой подрыв, да. Ну и я могу взять на проходе, могу, естественно, не брать на проходе. Вопрос, что сильнее, вопрос нетривиальный. Хорошо, сыграю пока король B1, вернее. В принципе, допускаю размен, наверное, заберу конем здесь. Так, ну и бот так агрессивно выставляется, тут наверняка какие-то идеи, типа конь F3 сейчас могут придететь. И нужно что-нибудь аккуратное сделать, типа слон G2 пока. УНС4 логичный тоже ход, но надо, видимо, пробить на B6, уже тут вариантов я не вижу других. А, B, да, естественно, тоже следует ход. Вполне, вполне понятный. Так, ну, как-то, опять же таки, очень у меня тут все в подвешенном состоянии. И, может быть, ферзя убрать как-то с линии Е, чтобы не было никаких отскоков. Он тоже убирает слона, но что хочет пока не вижу. Ферзь Е6 вряд ли угрожает, слон G6, вероятно, ну, нельзя сказать, что прям какой-то опасный ход для меня. Да, ну, КОП тоже аккуратно здесь играет, видимо, не хочет ход конь F6 допускать. Так, а что хочу я? Тоже интересный вопрос. Ну, ферзь G3 пока можно создать угрозу конь F6 повторно. Это, конечно, не факт, что сработает, хотелось сказать, но, наверное, и не работает. То есть Е какая? Конь F6, GF, GF, ну, там слон G6 будет. Пока весит пешка. Ну, хорошо, если я А3 сыграл. Конь С2, что ли, какой-то ход работает? Нет, Конь А3 сейчас. Просто мне мат поставить, на этом все закончится. Удивительно. Интересная позиция. Очень интересная. Если я мат не получаю, уже хорошо, скажем так. Ладно, проверяю такой ход, я не знаю, сколько он хороший. Сейчас, опять же, мне просто могут мат поставить тут. Пошел я ва-банк. Так, что грозит? Ладья B3 грозит, да? Хотя B3 угроза, мягко говоря, неприятная. И ладья A1, кстати, тоже грозит, да? Удивительно, но сейчас я могу проиграть партию в один ход буквально. И такой ход тоже есть, да? Комп тут не жалеет никого. Не жалеет меня вообще никак. Не знаю, вроде сразу мат не получаю. Да, позиция просто сумасшедшая. Я даже не знаю, что сказать. Тут просто, ну, как бы, позиция совершенно, ну, неясная. И, опять-таки, не знаю, что сказать про нее пока. Просто, ну, тут надо конкретно смотреть, как тут все срастется в тактических осложнениях. То, что у него куча пешек за фигуру плюс атака. Но, опять-таки, насколько успешная атака тоже отдельный вопрос. То есть, опять-таки, вроде как мат я не должен получать. У меня тут фигур много в защите. Ну, играя против компа, естественно, нельзя быть уверенным на 100%. Что-то не просчитался. Да, и некоторые есть ходы, вот, типа, как ферзь е8, которую я бы даже вот не рассматривал, честно. Просто бы не рассматривал такие ходы, а он его делает. Удивительный ход. Ход назад при атаке на короля. Куда и зачем, непонятно. Ну, напал на основна, конечно, да, но наверняка было что-то более интересное. То есть, может быть и не было. Тут уже сложно, сложно сказать. Ну, что его делать? Хорошо. Опять-таки, возникает логичный вопрос. У меня висит слон. Можно просто защитить его ходом ферзи 4. Как-то ферзя чуть-чуть вытащить. Шах, наверное, поставит? Нет, напал на ферзя. Что происходит? Не понимаю. Напал на ферзя. Хорошо. Если я просто как-то конь d4 сыграю. f7 еще есть интересная идея. Кстати говоря. Кстати, f7 реально интересный ход. Вот. Что на f7 задумано? Да, вот что задумано, да? Ну, хорошо. А лишняя фигура-то у меня одна останется? Или не останется? Что? Мат, что ли, я получаю какой-то? Ну, король d3 есть как минимум ход, после которого a, король d3, ферзь e2. Может быть, король c1 тогда сыграть? Король c1, c, ферзь e3, король b1. И конь защищен у меня. Такого хода у него нет, условно. Мне надо просто уйти от шахов аккуратненько. Позиция совершенно какая-то неясная. И если я сыграю fd4, он, видимо, обязан будет играть f7. Остальное просто проигрывает сразу. Могу ли я чего-то большего здесь добиться? Например, ходом ладья g1. Если я сыграю ладья g1. Что делать компьютеру? Раздит ферзь c8 мат, и также fd4 есть идея. Шахов. Хороших я не вижу за него после ладья g1. fd4 под бой, fd3 там мат будет. Ладья a1 конем заберу. fd4. fd6, fd8. fd4. 76-ом или каком-то бензине, ну или я чего-то не вижу опять же, просто если у черных нет нормальных шахов, то возникает вопрос как защищаться от ферзь d4 и ферзь c8. А, я понял, кажется, просто он может сыграть вот так. И вся моя атака закончится, да? Ну хорошо, ладья g1 все равно ошибкой-то явно не будет, аж в 5 или в 6 он должен играть, а вот так даже играет, ничего себе. И такой исход, да? Ну а если я сыграю шах, ладья e5, f4? Ну такую позицию я уже точно не проиграю. А это будет ход c5 еще какой-то, удивительный. Да, даже не знаю, что сказать тут, что комб меня запутал окончательно. Я сам себя запутал. Можно было сыграть тогда еще ферзь e5, f4 вернее, сразу перейти в эндшпи, но хотелось поиграть при ферзях. То, что в эндшпи это я вряд ли выиграю с наличием у соперника кучи лишних пешек. Ладно, проверю такой вариант, я не знаю. Скорее всего я там могу проиграть. c5, fd6, не знаю, получаю там мат, не получаю. fd4 у него, естественно, будет ход. fd4, король b2. Не играет в fc4. Ну то, что он не играет в fc4, это мне на руку, естественно. Возможно там, ну мне казалось, что все срастается у белых. Я специально так подумал, чуть посчитал варианты, но опять же таки, очень острая позиция, сложно во всем сразу разобраться. Хорошо, ну здесь, по крайней мере, если я уйду просто ферзем, у меня точно все нормально сразу, да? И в этой позиции, что мне дальше делать? Возникает вопрос. Опять же таки, есть идея при случае поменять ферзей после хода fb2. Насколько этот ход хороший, вопрос тоже достаточно актуальный. Есть еще идея интересная сыграть f5, все-таки попытаться при ферзах продолжить. На ферзе f5, ферз d8 неприятно для черных. Ну, другое дело, что на f5 он может просто уйти ладьей. Конь у меня сейчас просто вне игры оказался, и конь, получается, никак не помогает своим другим бойцам. Ну, то есть, f5, почему я так задумался, ну хорошо, f5 ладья куда-нибудь ушла. А дальше что? Непонятно, да? То есть, вроде бы у черных-то и слабый король, но с другой стороны, как к нему подобраться, возникает вопрос. У меня, что ферзь тоже особо не может никуда ходить, из-за fc3. Не хочется сильно затягивать эту партию, но очень сложная позиция, и... Либо есть вариант перейти венч, противопростить все это дело, либо... Чуть-чуть подумать. Ну, если думаешь, что время вот так быстро улетает. Ну, хорошо, f5 ладья ушла, что дальше, что мне это дает, в принципе? Вот f5 сам по себе. Ну, наверное, можно как минимум, f5, а f5 ладья d6, да, еще иди, ладья d6, fsb2 все равно, правда. Хорошо, ладно, f5 проверю. Ладья просто ушла, то есть, в принципе, иди, fsb2 у меня где-то остается. Теперь, что доход ладья e5 у него появился. Можно сыграть ладья g3, с идеей защитить коня, и потом как-то фельд d7. Допустим. Съел пешку. Вот так даже можно сыграть. Ничего себе. Этого я не предусмотрел. Ну и переходит в эндшпель просто, да. Да, ну в таком эндшпеле, конечно, вряд ли смогу выиграть, честно, признаюсь. Ну, надо как-то подводить фигуры. Короля, видимо, да, надо вести пока. Пешку эту желательно не отдавать, она важная. Ну, по крайней мере, сейчас данная позиция, если я хочу не проиграть сразу, да. Да, шесть хочу пешку дотолкать. Нужна быть ничейная, конечно, позиция примерно равная, но... Опять же таки... Жизнь покажет. Так, шаг, дошел. Ладно, сыграю пока так, у него пешки все-таки слабенькие. И как-то коня надо мне чуть-чуть ввести в бой. Или это я помог ему, да, тоже, этими ходами. Так, ну, наверное, надо пешку как-то вводить. Конь не должен тут теряться, по идее. Вот так даже, ничего себе, что просто отдает на b5. Ну, надо брать, тут уже выбора нет. Могу просто сыграть конь c3. После конь c3 я уже не проиграю точно эту позицию. Можно как-то... Король b3 сыграть, да, попробовать на победу покатать. Да, ну я практически перестал откомментировать, поскольку позиция достаточно сложная. Хорошо, пока сыграю король b3. Я думаю, что это точно не ошибка еще в данный момент. При случае конь... Да, конь c3 таки придется сыграть, возможно. То есть король b4, c2... Пешка прошла. Хотя в данный момент у него гроз никаких нет. Если я сыграю таким образом... Задья d2 там есть какой-то ход. Ладно, попробую пока так пойти. Задья d2 действительно сыграна, да. Да, ну ладно, хорошо, уже сложная партия. Наверное, надо делать не чуже. Здесь не вижу ничего умнее. Такую позицию, конечно, не проиграю. Ну и... Не выиграю тоже, к сожалению. Да, ну здесь просто конь у меня держит пешку. И королем веду к пешке аж сейчас. Ну, сложная оказалась партия. Что еще сказать, сложная партия. И чужим и hacer пешку. Все делением. Вот. Да. Как тыел? да ну пора уже заканчивать уже совсем тут не интересно уже пора завершать борьбу очень нас долго все это было я хотел побыстрее играть и побольше может комментировать но все-таки сильно играет комп и очень остро возникла позиция комп навесил фигуру мне просто неожиданный как бы я вообще думал что там проигрываю сразу но возможно не так плохо играл почему думал потому что когда комп жертвует это часто вид о том что все плохо и кстати было таки у него выиграно да действительно было выиграно то есть по дебюту была у меня неплохая позиция потом все-таки нужно было сон b6 отыграть уже король b1 неточный ход и дальше где-то был очень серьезный перевес у компьютера d5 вот был ход и где-то вот я так подозреваю что после этой жертвы налоги с ладьи а2 был очень сильный ход то есть форсирована не было выигрыша но ладья а2 с идеей видимо просто на c2 съесть да может быть с идеей ферзя 3 даже при стучии получается мне особо нет защиты мне всего лишь один конь защищает короля в атаке на три фигуры да но в партии в партии как-то не аккуратно комп сыграл до ком сыграл концы 2 да и это жертва получается всем корректно и здесь перевес у меня был определенный скажем так и всем тоже правильно сделал ход да вот наверно активно где-то надо было коня вводить в игру ну да и после размера ферзи уже конечно ничейная позиция то есть в принципе можно было играть как-то наверно поаккуратнее но в целом сейчас сохранялась все время в принципе ничья не сложная потому что в эндшпле обычно конь равен трем пешкам ну конь слон не важно то есть тут я не совсем понял зачем пешку на p5 компьютер отдал может быть это и не так плохо но странное решение достаточно здесь действительно конца 3 уже рекомендует играть то есть видимо действительно особо ничего лучше не было ну да тут последние ходы довольно простые то есть очень важно только короля оставить против пешки аша коня против пешки не крайней то есть конь с коней пешками плохо очень борется и король там вытесняет его у коня нету просто маневров достаточных против крайних пешек а здесь действительно конь с не крайней пешкой всегда хорошо справляется ну и везде здесь конь чем-то скачет так что его невозможно нормально вытеснить ну и в конце концов я какой-то момент отдаю коня за пешку и получается ничья то есть принципе концов кожи не такая сложная ну сильно играть конечно компьютер не знаю буду ли я играть еще с ним под запись или принципе то есть людьми конечно интереснее здесь неожиданно компьютерное весело причем как ни странно не довел партию до победы ну то что говорю что конечно же комп не играет на две семьсот это важно понимать то есть он играет ну на 300 400 пунктов ниже скорее так но все равно играет довольно прилично ну что ж такая вот вышла долгая партия здесь что все равно вам она понравится возможно в дальнейшем тоже буду играть с ботами не знаю с бэт хармон либо с другими но слишком часто скорее всего делать это не буду всем тогда спасибо и до встречи в новых видеороликах